Я шесть поставлю, ну потому что я не очень понимаю, какая задача, если это сценический образ, такая окей. Образ понятно, ну это какой может быть, по-твоему костюм, это дорого, но если это Люба Успенская, я люблю ее, слушай, ну Люба супер, че, ну давай поставим ей, я же не гнида, я же не мразь, ты же знаешь, да, гнида и мразь, я только для своих, вот, давай поставлю семь. Хорошо, и это, сейчас мы кем отвечаем, Любовь Успенская, ну конечно, я же говорю, надо было больше ставить, да, Любовь Успенская, ну почему, семь тоже хорошо, а я сколько поставил? Люб, люблю, а ты поставил шесть, а шесть, нормально, ты все, больше не допускаешься, никуда, куда можно допускаться, дорожка закрыта, мальчик. Ну, во-первых, что-то как будто бы на состоятельном опять. Блузечка Валентина. Думаешь, Валентина? Да, с цветочком. У нас такая, прямо, знаешь, мы тут решили, мы решили прямо й**нуть, розовый, красный человек, который говорит этому миру, что я могу сочетать несочетаемое, я яркая, я сильная. Я пятерку поставлю, но, как бы, я не знаю, что-то. Блин, сумка Гуччи белая, да? Не факт. Гуччи, вот же, вон у нее эта самая, с такой желтой штучкой. Ставлю три, извините, но красная с розовым мне не очень нравится. Елена Блиновская. Какие-то комментарии? Никаких, да? Продолжаем. О, это... Нет, я думаю, это Мотя, это Мотя. Ну, такое тело, посмотри. Я не помню, мы знакомы с этим Мотя. А может, это глюкоза? Я не помню, у глюкозы большая грудь? Ну, нет, это небольшая, это принт такой. Длина волос как у глюкозы, кстати. Ну, и у какого? А, у Моти каре. Похожа реально на глюкозу, потому что глюкоза могла бы надеть такие туфельки. Мне платья нравятся, здесь нету прям стиля какого-то. Ну, это такой стиль Испания, ресторан, море. Семь тоже поставлю. Да, моя хорошая. Да, это глюкоза. Слушай, мы хорошо всех угадываем так. Я думал, будет сложнее. А как родные же люди. Мы с ней снимали, господи. Вообще, родной человек. Я думал, у меня не будет с ней такого месси, вообще великолепного. Мне Наташа очень понравилась. Супер. Ой, Седаков, мне кажется. Это может быть кто-то с хорошими волосами, да, у нас? Может быть, это Сагдиана? Мне нравится, кстати, вайб. Я поставлю семь. Я тоже поставлю семь. Подожди, я пытаюсь понять, кто это сейчас. Давай, ты говоришь Сагдиана, я говорю Наталья Арестовна. Алсу. Ну, какая Алсу? Я тебя умоляю. Это Айза. Боба, нифига. Айза меня постоянно удивляет в этом шоу. А вот трусы, да, понимаете? В моем стиле, да? Сверху как бы. Да, вот здесь чуть-чуть, вот тут чуть-чуть у нас. Сверху девственница, снизу как бы. Понимаешь, да? Ну, вот это понимаешь. Кто-то на Comedy Club пришел? В каком-то корсете. Такой еще не считали на Водонаева? О, хороший вариант, но как будто рыжие волосы. Ну, наряд вообще не ложь. Это русские дизайнеры какие-то. Шесть поставлю. И я думаю, что это Юлия Савичева, но просто потому что я не знаю, кто это. О, Юлия Савичева, точно. Давай я ставлю тоже. Нет, давай я ставлю, давай я ставлю, подожди, а сколько там еще есть? Пять? Давай я поставлю, ладно, давай я поставлю шесть. Настя Самбурская, Настасья. А это что у нее вот такое за, это какой-то у нас новый образ? А я не понял. А ей идет вот эта вот длина? Вот ей что, но справа мне длина и цвет нравится больше. А мне вообще она нравится скорее больше всего. Вот если бы она, конечно, полностью ушла в ретро, просто она периодически толфайт наденит еще что-то. Ну, она такая Дита Фонсис немножко. Ну, могла бы ей быть, но она что-то не до конца это дотягивает. Ой, ну это что-то Лопырева. Ой, это в стиле Вики очень, да. Дубайские пальмы, это Лопырева сто процентов, этот вот немножечко такого вот мех, немножечко ламаре. А наши любят остроносы, да, на жару носить и потеть там пальчиками. Вика любит на этом самом, да, на платформе. Давай поставим семь за этот цикламен. Ну вот, Виктория Лопырева. Вика. Вика, ну узнаем тебя, понимаешь, вообще. Ну, всегда укладка, всегда немножечко каблучка. Да, всегда немножечко сексуально, даже если просто на ужин идем, и нас никто не увидит. Просто даже если чисто вышла на веранду наперекур, чисто так встала сразу. Да, 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 да. А интересно, вот что она носит, вот когда типа вот она заболела, или у нее выходной? Ну вот она такое, мне кажется. Ну я тоже так понимаю. Такой немножко дип стайл чуть-чуть. Вот это русская краса московская. А-а-а. А это не может быть... Это не может быть Юлия Барановская. Мне кажется, бы не одела такое платье. Может быть, это... Ой, подожди. Юлиана Караулова или Клава Кока. Как ты хорошо сказал, Клава Гока. Мне не нравится этот образ по той причине, что он очень полнит. Посмотри, как лежит платье в складке, и из-за вспышки ощущение, что в два раза больше. Мне вообще платье это не нравится. Мне не нравится. Я ставлю такую оценку, потому что я знаю это для человека. Я ставлю... Какую? Ты же сказал, что мы ставим не человеку, а образу. Ну... Ну я, да. Хорошо, я тоже ставлю восемь тогда. Да, знаешь, почему ты ставишь восемь? Потому что это Юлька Говаль. Ты можешь себе представить то, что я ей то же самое говорил у нее дома? На это платье? На это платье. Платье бл**ка не нравится, но мне вообще на ней. Согласен. Платье, вот это... Купер стилистов мы отменяем. Да, отменяем полностью. А может быть это... Может быть это... Я знаю, я видел этот образ, мы где-то это срали. Может быть это Жасмен? Нет, нет, нет. Ну это слишком откровенно. Нет, нет, нет. Это может быть Алсу? Нет, очень тоже откровенно для Алсу. Для Алсу? Знаешь, это может быть Седакова? Блин, ну не ее цвет волос, у нее более такой коричневенький. Но она, видишь, мокрые волосы, поэтому кажется, что... Думаешь, она сделала себе назолисть? Да, да, да. Это может быть Асти? У Асти какая грудь. Ну какая-то царская. Это ты там ходил на презентации? Да, но я вот не могу воскреснуть. На сиськи не смотрел? Нет, ты знаешь, мы стояли с Филиппом Киркоровым. Господи, обожаю истории Житковского лучшие вообще. Мы стояли с Филиппом Киркоровым и что? Ну ничего, немножко болтали. Я считал стразы на его рубашке. И сколько? Я уже не помню. Был не в себе, как обычно. Я ставлю три. Извините. Ощущение, что это Асти. Нет, то ощущение, что это Асти. Есть ощущение, что чуть-чуть... Такая вот интересная комбинатура, ты заметил? Это перекликание вот сумочки Balenciaga с бюстгальтером. Да ставь оценку, господи. Мы ставим три. Извините, но это Оксана Самойлова. Слушай, но Оксана Самойлова, могу тебе сказать, что это не ее самый лучший образ. Кстати, справа довольно неплохой. Нет, это хорошо, но это очень странно. Это какая-то очень сильно возрастная группа. А ты всегда на бумажную вечеринку вот так одеваешься? Знаешь, мы с Оксаной немножко в этом плане похожи, да. Вышла в магазин в пятерочку за хлебом. Такая жаль. Ну я чисто сегодня за сигами выезжаю. Да-да-да, я понимаю. Напяливаю весь этот вот, этот вот. Кепочку на глаза и все, никого не вижу, ничем не слышу. Ой, ну это что-то на богатом, на патриаршем, но при этом мне не нравится. Слушай, может быть, это Ида Галич? Нет. Ну не ее стайл, согласен. Это какая-то типа ля, видишь, такая поза еще странная. Это такой человек, он такой арт-хаусного плана. Такая чуть-чуть арт-вонючечка немножко. Да-да, чуть-чуть я собираюсь. Немножко такое платье. На Космоскову этот человек был точно. Знаешь, концептуально. То есть это дорого, но это неизвестно. Ну нет, это все известно. Обычному люду неизвестно. Ну а я притворяюсь, что я не богатая, хотя богатая. Да, вот этот вот такой стилечек, да, заверните мне квартиру за пять миллиардов. И скорее всего она прям под окнами у себя там в доме стоит где-то. Мне не нравится лук, я не знаю, кто это. Мне не нравится тоже, к сожалению, лук. Как бы, знаешь, непонятно, то ли рыжая куртка лишняя, то ли белая сумка, да? Вот что здесь лишнее? Не, мне вообще все не нравится. Мне между собой вообще ничего не нравится, как сочетается. Поставлю четыре. Четыре, я тоже четыре. И это Наташа Давыдова. А что случилось с Наташей слева? Слушай, ну с другой стороны, может она просто вышла пожрать? Ну она вот просто вышла пожрать на каблучке в казачке. Немножко белую сумочку взяла, да? А она реально вот сейчас так одевается? Я что-то вообще не понимаю, что происходит. Я вот знаю тетя Матю вот справа, да. Да, вот этот лоск шик. Ну какая-то роскошь у нас тут, да? Такая тут у нас что-то юное. Ну это GQ. Может это Кафельникова? Это может быть Леся, потому что она не любит маникюр на руках. Как ты паришься по поводу маника, интересно. Я всегда обращаю внимание, всегда должно быть с идеальным волосом, маникюр, лицо. Слушай, ну да, это кстати говоря, это она, я думаю. В целом, кстати, неплохо. Это неплохо, но я восьмерочку поставлю. Я поставлю семь. Да, реально, Леся. Она, конечно, просто роскошная. Если честно, мне кажется, что это для нее слишком бабские все-таки платья. Ты хочешь ее в арт вонючку записать? Нет, нет, она же может выглядеть просто, знаешь, там, коктейльная платья. Затем на GQ в целом, когда молодая девчонка, надевать платье в пол. Ну GQ это типа такая. Ну это коктейль. Ну да, это типа элит-коктейль. Ну, хорошо. Ну это я сразу знаю, кто это? Маша ее, как их называют? Ну я вот, да, я восемь ставлю, просто для меня чуть-чуть переборчик. Мне кажется, это органично. Ну окей, это ее стиль. Для нее. Для ее стиль. И он узнаваемый, согласитесь? Но я восемь ставлю. Тот же восемь. Все, шикарная оценка, Машуль. Молодец, что она так парится. Ох ты. Ну какая-то, вот это кто-то что-то такое. Может какая-то типа Саша Митрошина. Вот это кто-то вот какой-то, это какие-то вот такие люди. Такой, да, вайб? У нее что-то какой-то Кристиан Диор. Это кто-то, кто недавно до бабок дорвался. Ты думаешь? Как могу. А это ремень Кристиан Диор? Ну как будто там CD написано. Как будто CD тоже, да. И серьги Диор. Кто-то, кто любит Диор. Ну кто-то, кто, мне кажется, реально дорвался до бабок недавно. Да, давай поставим. Но мне в целом концепт нравится. Что-то семь. Мария Погребняк. Ну, в целом, мы были близко. Знаешь, я думаю, кстати, вот Погребняк, она уже прошла этот период. Кристиан Диор, я думаю, это стилисты такие. Я думаю, что это фотосессия. Она не показывает бренды. Я в целом это не нужно. Она просто уже фрикует. Помнишь, как она была в Балаклаве и с косой вот такой Нару ТВ? Я вообще не слышу. Это просто вау. Я такой, ух ты ж. Знаешь, кто это? Это Виктория Боня. Это 300% Боня, да. Платье и украшение от Роберто Браво. Я не знаю, что поставить, потому что это вау. Ноль, ноль. Давайте ноль поставим. Ну что ты? Где я, алё? Ноль. Ну ноль прям. Ну хорошо. Давай сделаем скидку, что это Каннский фестиваль. И что? Это фестиваль перья в Каннский фестиваль? Все смотрят в другую сторону почему-то. Ну я могу понять. Какая ты таксичка. Пять. Пять, хорошо. Ну это прямо совсем ты уже прямо… Виктория Боня, позвоните Житковскому. Слушай, ну а как ты хочешь туда одеваться? Посмотри, вон там, видишь, следующее платье? Ну а как туда еще одеваться? Там все одеваются как-то в цирк. Ну и пусть продолжают. Но без нас. Ну конечно, но без нас. Иногда мы с друзьями путешествуем по России. У нас в топ-листе много крутых городов. Санкт-Петербург, Калининград, Казань. Сейчас думаем куда поехать после Нового года. Уже пора бронировать жилье. Кстати, мы любим останавливаться не в отеле, а в съемной квартире. Это выгоднее, да и комфортнее. Чувствуешь себя как дома. Советую воспользоваться сервисом посуточной аренды жилья на Авито. Он гарантирует удобство и безопасность. Во-первых, платеж защищен. Предоплата вносится прямо на Авито и перечисляется арендодателю только после того, как вы успешно заселитесь. Во-вторых, есть выделенная круглосуточная служба поддержки, которая быстро решает все вопросы по онлайн-бронированию. А в-третьих, фото и описание в объявлении проверяются, чтобы ваши ожидания от жилья совпали с реальностью. Сейчас покажу, как пользоваться сервисом. Заходим на Авито и выбираем жилье посуточно. Указываем дату и вбиваем необходимые параметры. Прямо тут можно выбрать, что вам хочется снять – квартиру или дом. Давайте глянем, какие дома есть на Авито. Будет актуально, если едете отдыхать всей семьей или большой компанией друзей. Да, действительно много классных вариантов. Но мне сейчас актуальнее бронирование квартиры. Вот симпатичный вариант. Смотрите, сразу видим бейджи – жилье проверено. Значит, фото реальные. А у арендодателя все в порядке с рейтингом и отзывами. Еще есть безопасная бронь. Это значит, что это жилье можно безопасно снять онлайн. С Авито все пройдет, как забронировано. Ссылка на сервис в описании. Ой, это Вика Шелягова, может быть, вообще сто процентов. Вот это талия, о которой я тебе говорил. Вика Шелягова. Думаешь? Ну, блин, ну не ее укладка вообще? Да. Это может быть… Знаешь, это какая-то… Я прям вижу… А, может, это Яна Росковова. С Яной мы виделись на ВРФ, а у нее другой цвет волос. Что такое ВРФ? Ну, День рождения кролика белого. Звучит, да? Я ставлю пять. Мне укладка без… Это эффектно. Стиль такой 2007. Ну, это чуть-чуть Лопырева, как будто бы. Вот это вот ее подруга какая-то может быть. Восемь поставлю. Вот, я же тебе говорю. Он ее знает. Я эту талию сразу знаю. О, ну это понятное дело. Оля Карпуть. Девять. Мне просто не нравится этот комплект. Давай я поставлю тоже девять. Но… У нее есть прикольные образы. У нее есть. Все прям фанаты. Мне нравится, когда она в Блю Марине. Мне нравится, когда она в Шанель. Прикинь. А что за народные вот такие эти? Это какие-то сложные бренды, да, я думаю? Ну, как всегда, ничего простого. Ой, это… Анастасия. Мне очень не нравится туфля. Не нравится? Угу. Ты плохо к ботеге относишься. Ну, они какие-то как артопедические чуть-чуть. Знаешь, очень много концептуальностей. Да. Тут, блин, тебе… Чуть-чуть… Артвонючка не пахнет. Артвонючка не пахнет. Ну да, может быть чуть-чуть. Это артвонючка, но которые могут отрыгнуть. Артвонючка и так могут отрыгнуть. Согласен. Ну ладно, давай шесть, окей. Шесть. Настя Ивлеева – артвонючка, которая может отрыгнуть. Что? Теперь мое попадание. О, господи. Ой-ой-ой… А что это за хреть? Это дикая окошко. Это два, во-первых, сразу. Ааа, знаешь, кто это? АЭТСЯ? Нееет, это Ханна. Ой. Угу. У меня брекеты. Кстати говоря, у Ханны реально в жизни лицо как будто бы отфотошопленное. Кант да, она любит. Нет, это красиво. Я имею в виду, что я стою на мероприятии, говорю, господи, какой макияж, я смотрю, она как будто в фейстюне, фейстюне только в жизни, понимаешь? А тебе не кажется, что когда ты бутылку выжрал, у тебя все фейстюне? Ну она так в жизни тоже выглядит. Блин, наряд ужас, но за ее макияж, если это она, я ставлю ей 10. За макияж 10. А, говорит, что тут, 12, там есть табличка 10, ты в 9 таблицках, в 10 таблицках не можешь справиться. Где? Покажи, ткни пальцем, где она? Где у меня? Ну так и не б***и тогда. Когда я узнал, что это Ханна, я бы другую поставил оценку, потому что ей вот это все органично, она любит ту мач какой-то такой странный, непонятный. А, так это... Виктория Шлягова, откуда она уже здесь была? Утекай. Может быть, это Ульяна Сергеевна? Ну тогда. Да? Да. Поставим Ульяне 10. Что-то на Боленсе кто-то, да? У меня такая же сумка, кстати. Что-то кто-то такой, я? Ну какие-то прям когти, по-сотве. Ну какая-то вот такая вот история. Какое-то что-то, кто-то типа, я хочу быть Настей Влеевой, но я не она. А кто-то какой-то R&B вайп. Может, это инстасамка? Нет, слишком дорого для нее. Она думает, что одевается недорого? Да, ее стилисты просто плохо одевают. Ну ноготочки вот эти. Блин, может быть, кстати, самка. Я поставлю 5, сори, не знаю, кто это. Я поставлю, поставлю 6. Блин, какой ты знал, ты почувствовал. Я потому что вижу, что жопа сделана, видишь, и она вот даже в таком варианте есть. Какие, к чему вообще непонятно, да? Зачем здесь при этом, ну... Слушай, ну... Да поменяй стилиста, Даша. Ой, это что-то из твоих, что-то... А, это Яна Рудковская госпитал уже видно. Слушай, ну, да, узнаваем... Вот это вот, понимаете, вот этот трэш, это не стильно, но и модно. Да, но это, сука, п***ь, узнаваемо. Да, это Яна. Луи Витон, Кристиан Зелор. Да что за вообще, а что происходит? А что за вайб? Это Лин Силохан? Мне ничего не понятно. Это же еще все дорого, сто процентов. А что, у нее палец сломан? У кого же татуировка-то на пальце-то? У Рианы. Там написано, Леша Житковский, позвони мне. Подожди. Она такая, типа, ля-ля-ля. Давай ставим два. Я три ставлю, и это Регина Тудоренко. А, ну, как он оказался в этом списке? Просто ради удивления. Ну, это, б***ь, это понятное дело. Вот Регине вот это все подходит. Кстати, в концепт-сторе универмаг на Яндекс-Маркете экспертный подход к выбору брендов, так что долго выбирайте. Не придется. Это Кэти Тапурия. Слушай, подожди, Кэти Тапурия? Да, я думаю, это Кэти Тапурия. Нет, сейчас что-то много. А может, это Ксения Бородина? Сколько там у вас обвесов на руке? Ну, у них примерно одинаковый обвес, нет? Вообще, это в стиле Ксюши такая вот история. Может быть, да, да, ты прав. Ммм, хитрожопый какой, а, Леша-то? Да, я думаю, что это Ксюша Бородина. Поставлю 7. Альна. Бородина. Ребят, вы гордитесь мной? Почему меня не взяли в детективы? Тебя взяли. Мы расследование ведем. О, это я. Мы тут где-то смотрели твои фотки и думали, е**ть, ты любишь узкие штаны, конечно. Ты трендссеттер узких штанов. Ты всегда в узких штанах. Да, я люблю. Это твоя всегда фишка. Сумка на цепи и узкие штаны — это точно Житковский. Я люблю, почему сумка на цепи и узкие штаны? Я люблю лосины, да, это правда, я хожу только в лосинах. Мне нравится. Какая самая дорогая шляпа у тебя есть и что это? Кристиан Диор, я думаю. Что-то подиумное прям, типа, да? А что там? Да. Гальяновский фермен или Диор? Нет, это подиумная, она стоит овер. А это я, у меня Диор немножечко. Ну, это что-то из юного, да? Ты что, это не дал. Реально, ты тут хорошо выглядишь. Хороший. В смысле? А это кто? А что я не понимаю, мы меня везде что-ли решили поставить? Твою мать, это я. Это тоже что-то из свежака? Да. Я подолстил он 10 килограмм, видишь? Ничего незаметно это. Мне нравятся помады темные новые, это какой-то новый вайп у тебя. Да, это тоже я. А где сумку взяла? Это мне стилист дала. Это что? Мне сделали в фотошопе, они это... А что нахуй ты вообще согласился на это? Это они мне в журнале такой... В каком журнале? Это для Мэри Клэра у нас была съемка. А это кто? Это я. А что это за костюм? Ой, я не знаю. А такая, я в соломе. Я такая, типа, чисто сидовала, проснулась, б***ь, в дениме. Это кэжуал, Житковский в кэжуале. Блин, честно, не знаю, это мне принесли на съемку, я говорю, мне не в чем идти, я покупаю, все. Попожаю, жизнь Житковского. Тебе идет светлое, хватит быть готом. А я хожу часто светлым. Вообще ни разу тебя не видел светлым. Да? Надо, чтобы у тебя было светлое сердце. Светлая душа. И светлая душа. Б***ь. Самые стильные московские дамы по версии Георгия Карцева. И Алексея Житковского эту. Сколько их? На третьем Рудковская. Яна, е***ть. Сергеенко и Карпуть, хорошо мы распределили. Так. И Лена Перминова, Сергеенко, Карпуть. Ну, Яна Рудковская, ну, просто респект. Ну, у нас хороший список, да? И вообще отлично, мы хорошо справились. Согласны ли вы с нашим рейтингом, друзья? Пишите в комментариях. И кого бы вы еще добавили для обсуждения сюда? Кто вам кажется самый стильный в Москве? Да, пишите в комментариях. Какой-то вывод сделал сегодня? Да, не все то золото, что блестит, и не так дорог подарок, как дорого внимания. Если бы не подарок, то и не внимания, понимаешь? Все. А то, что Ивлеевым Ванюськой назвали? Говна. Что надо? Говна. Ребят, ссылки в описании на все. Леша, какие-то новости, что прорекламировать нужно? Ютуб-канал Лешин, пожалуйста, смотрите. Ребят, у меня мой ютуб-канал. Follow for follow, shout for shout out. В остальном, в принципе, рассказать вам нового нечего. Все по-старому. Это ожидается какой-то, может, тизер чего-то? Вообще ничего. Песня, опять не будем. Вообще не ожидается ничего. Ну ладно, ничего не ожидается, друзья. Это был Гош Карцев и Леша Тковский. Пока, спасибо всем за внимание. Пока. Пока. Она любит тумач какой-то такой странный, непонятный. Я не особо за нее слежу. Я знаю ее одну песню. К тебе я больше не вернусь. Одну оставил, но и пусть. Это что за Арктикач? Я знал номер наизусть. Люблю тебя, но обойдусь. Все. Подожди, а вот это вот. Душу отутюжить, как писал Амар Хайям. Сложно. Только ты мне нужен пи***ц вообще. Сложно. Сложно. . .